Здравствуйте! Это канал История Интересна. Я Наталья. И сегодня мы поговорим о том, как выглядели наши великие предки, о которых мы долгое время и не подозревали. Об этом народе, создавшем свое государство в Центральной России, еще до Киевской Руси, долгое время мы вообще ничего не знали. Первыми о них заговорили археологи. Сегодня они уже уверенно говорят о том, что эти люди, наряду со славянами, стали предками современных русских. Количество найденных археологами предметов, свидетельствующих об высоком уровне их культуры, зашкаливает. Но как выглядел этот народ, создавший уникальную цивилизацию на территории Московской, Рязанской, Владимирской областей, Республик Мордовия, Чувашия и Мариэл? На этот вопрос дали ответ ученые, объединившись с художником Павлом Алешиным. Наконец, сделаны высококлассные реконструкции по материалам конкретных погребений. Впервые перед нами предстали те, кто долгое время был вычеркнут из нашей истории. Их цивилизация появилась на берегах Аки 2000 лет назад и просуществовала, как показывают последние исследования, вплоть до XI века, когда под именем Мещоры вошла в состав древнерусского государства, а они сами стали одними из предков современных русских. Наряду с исконными финно-угорскими народами стали они и родоначальниками Мери, Мурамы, Морийцев и Эрзиан. Археологи называют их резонокцами по названию археологической культуры, чьи кладбища расположены на величественных берегах Аки. Их материальную культуру, украшения и оружие намного богаче более поздних, славянских. Как выяснили ученые, этот народ создал в Центральной России свое протогосударство за несколько веков до Киевской Руси. У них, похоже, была своя письменность, они были высокопрофессиональными воинами. Количество самого высококлассного вооружения той эпохи у них просто зашкаливает. Но, казалось бы, как можно восстановить их облик? Все дело в том, что в костюме Резана Окцев очень много бронзовых украшений, которые выступили своеобразным консервантом. Работа археолога сродни работе детектива Шерлока Холмса. В земле сохраняется все, только нужно суметь это прочитать. Женские погребения, в отличие от мужских, представляют собой богатый набор украшений, под которыми сохраняются ткани. Вот это князь этого народа. Само погребение всесторонне изучено учеными. Ведь его облик во многом переворачивает представление о том, как выглядели наши предки. Принято считать, что пока по всей Европе варвары крушили Рим и создавали свои государства, наши предки чуть ли не на деревьях сидели. Так вот, это не так. Они были высококлассными воинами, наемниками и активно участвовали во всех европейских событиях той эпохи. Обратите внимание на позолоченных львов на его головном уборе. Эти львы могут быть знаком царской власти. Интересно, что головные уборы Резана Окцев сделаны наподобие корон годских королей. Фактически до последнего момента фенаугры выглядели неким серым таким, вот каким-то затемненным народом. А явно, что византийские или северокавказские львы, золотая парча и красный цвет рубахи ярко и наглядно выделял нашу элиту на полях великого переселения народов. А вот так выглядел свободный воин-дружинник V века, этакий викинг, плававший на ладьях по океи Волги. Среднее течение океи в то время имело важное стратегическое значение. Здесь, задолго до появления знаменитого пути из варяг в греки, проходил древний серебряный волжский торговый путь, который связывал арабский мир с Европой. Особенный короткий меч на его поясе свидетельствует о принадлежности к касте высокородных. Каждое мужское погребение, начиная с детей с 10-летнего возраста, у нас сопровождается оружием. То есть обязательный джентльменский набор каждого мужчины – это наконечник копья, дротика и боевой топор кельт. А это уже младший вождь 4-го начала 5-го века. Погребенный был более двух метров ростом. Кроме меча у него кинжал, а рядом с головой стояла деревянная чаша с бронзовой оковкой. На поясе – позолоченная ложка из Индии, видимо, приобретенная им в одном из дальних военных походов. По сути дела, ну, такое эталонное погребение, которое исследовалось очень хорошо. И в нем были найдены остатки волокон, которые по определению как раз специалистов оказались ничем иным, как медвежьей шкурой. Вот. Эти фрагменты, ведь органика сохраняется в погребении только там, где лежит какой-то металл, а в погребении было много металла. А это еще одна загадка. Ученые находят очень богатый женский головной убор, который встречается где-то раз в поколение. Теперь археологи восстановили облик одной из таких женщин. Так вот, похоже, они занимали важнейшее положение в этом обществе. Судя по всему, это какие-то особые женщины, так? Скорее всего, вот у предмещерских русских населения, они имели название помирная или мировая матушка. То есть это была глава вот сообщества какого-то, так? Она решала, кому колдовать, как что, разбирала споры между знающими и так далее. Чем древнее погребение мировых матушек, тем богаче их костюм. Потом он начинает вырождаться. Возможно, параллельно слабеет и их власть в обществе. Впрочем, отголоски этого матриархата сохранились и до 20 века. Так в ряде сел Рязанской области практиковалось женское сватовство, когда женщина выбирала мужа, а не наоборот. Женщины этого народа тоже воевали, вплоть до 7 века. В женских погребениях нередки находки мечей. Вот так выглядела одна из воительниц. Память хранит рассказ о том, что на Старой Рязани жили богатырши, которые перебрасывались топорами. Богатырши жили на Верском городке. Так, это Верта и девки ее дружины. Хонюшка была богатыршей и несколько богатырш безымянных. Вот так работа современных ученых переворачивает представление о наших предках. Если вы тоже думаете, что история эта интересна, подписывайтесь. Не забудьте нажать на звоночек уведомлений. Я буду рада видеть вас в нашей группе ВКонтакте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова